Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить в Макс Пэйн, вторую часть. В предыдущей серии мы попали в полицейский участок, собственно, написали доклад, здесь у нас содержится моно, и именно на нее нацелились уборщики, они атакуют полицейский участок, и нам нужно бежать ее спасать. Собственно, такие дела, нам нужно найти оружие первым делом. Проблема у всех, у охранников. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то как-то серия не особо началась, пока я разобрался, что происходит. Ну ладно, живой уже хорошо. Так, ты там как? Опять? Отдыхай уже, братья. Так, тут у нас сидела моно, она убежала. Слава богу. Ой, че-то, блин. Сколько я в предыдущих сериях говорил, что со сложностью в этой игре проблемы, пока они в этой части меня начали, видимо, мстить, натурально начали разбирать. Так, хорошо, жизней не особо много, но сохранимся, нам не привыкать. На первую часть с такими жизнями практически все прошли. Так, так, кидай ты. Ну ладно. Так, это будет, я думаю, довольно-таки серьезно. Блин, у меня же были гранаты. А, понятно. Пардон, это я протупил. Ой-ой-ой. Я сам себя убил, да? Так, не особо хорошее надо отметить начало серии. Я грибаю. Это печально. Ну да ладно, пока что все мертвые, я живой, это хорошо. Так, давайте мы возьмем калаш обратно. Пока что я разбирался с управлением, то есть это оказывается просто так, по умолчанию, средняя кнопка мыши, это удар. Либо туда можно поставить гранаты. Но это я только сейчас понял, так что... Ладно. Сидя там, за столом, я бы ничего не смог найти. Мон растворилась в ночи. Без нее я не мог идти дальше. Я знал, где ее искать. Вот и Влад, а ты не рад? Что-то часто мы друг на друга натыкаемся. Многовато совпадений. Пиф-паф. Пейн, ты покойник. Сзади лежал костюм капитана бейсбольная бита с огромной головой. На маскарад собираешься? Это, мой дорогой друг, будет троянский конь в войне, который объявил мне Ганьити. Кстати, что новенького? Не высадишь меня у кони Айленда. Внутренний круг, знаешь такой. Напускают на себя мистику. А на самом деле вполне обычная банда. Только участники рангом повыше. Да, я вижу, к чему ты клонишь. Если ничего не останется, кроме как поступить плохо, это ведь уже не проступок, а судьба. Делаешь, что должен. В жизни все сложнее. Конечно. Каждый при своем мнении. Че-то Владимир какой-то, надо сказать, мутноватый паренек. И что я тут делал? Стой! Стой! Давай поговорим! Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? Чего я хочу? Мечты Макса Пэйна. Сигарету выпить, чтоб светило солнце. Забыться и заснуть. Изменить прошлое. Вернуть жену и дочку. Бесконечный боезапас. Право на убийство. Больше всего в ту минуту... Зачет. Это ты их привел. Наверх, ко мне. Встретим их там. Да. Вон еще та конфета. Так, а тут чистильщики. Как они за мной следили? Как вообще? Непонятно. Самое плохое в желаниях, это страх потерять. Или вообще не получить то, чего хочешь. От таких мыслей человек слабился. Так, хорошо. Пора валить этих торпедов. Ее образ стоял у меня перед глазами. Ну вот, красивая девушка. Че ж ты? Че ж ты, Макс? Не понимаешь, что происходит-то. Тихо. О-о-о-о. Ого! Блин, патроны кончились. Все, мне храна. Ну да. Так, давайте вот так, стоял у меня перед глазами. Макс, со всеми бывает. Понравился он тебе. Так, ты умер, нет? Теперь точно умер. Да-да, я помню этот прикол. То есть я помню, это не с предыдущего прохождения. Когда сам проходил в одной из предыдущих серий, у меня эта штука так же сваливалась, якобы. Так. Давайте-ка моих коктейли, в котором что-то... Так, ладно. Я туда не пойду. Да ладно. Я его подожагаю! Жига! Так, ладно. Не очень удобно цениться вниз. Все. Блин, еще. Хреново из них были уборщики. Бардак за ними оставался жуткий. Что есть, то есть. Так, мне остается спускаться, я так понимаю. Или сюда идти? Лучший сериал в мире. Герой гоняется за серийным убийцей, Джоном Зерка. Блин, надо было подловить. Ну да ладно. И так неплохо померли. Я, кстати, к ним туда, наверное, могу спуститься. Ой, блин, сколько у вас тут. Так, ладно. Еще и снизу шарашить. Хорошо. Гори, гори, моя звезда. Блин, здоровья вообще нет. Так, тихо. Сохранимся-ка, пожалуй. Да, блин. Опять начинают выносить. Да что ж ты. Мать-то твою за ногу. Так. А, у меня оружие нет, понятно. Я-то думаю, что происходит. Да. Это будет серьезной главной болью. Что есть, то есть. Ой, блин, где та кнопка? А, блин, где та кнопка? Отлично. Так, дайте мне патроны, пожалуйста. Смотри, одни гранаты дают. Да хорэ, ну. О, так. Ну что, придется гранатами пользоваться, раз патронов нет. А, вот и патроны, кстати говоря. Я не пойму, это я туплю или... Только что их действительно не было. Где ты? А, снизу. Хорошо. Ах. Просто порешатил. Отлично. Так, подлечемся. Это довольно коряло было, но тем не менее мы справились. Я все еще осваиваюсь с управлением, а оно здесь довольно сильно отличается от первой части. Я по привычке ремоню не те кнопки. Но да ладно. В основном у нас все равно все получается. Так. То есть все хорошо, как бы там ни было. Так, подобрали кучу патронов, это прекрасно. Это прикол мы знаем. Мы сюда, что ли? Сейчас разберемся. Так. Ты бы наклонился уже, что ли? Я не знаю. Нет, задается мне, что все-таки не сюда. Я тут не должен, похоже, быть. Так, ладно. Давайте еще тут посмотрим, куда это может привести все в итоге. Нет, тут вообще ничего нет. Давайте сходим назад. Давайте сходим сначала. И будем разбираться, куда же нам направляться. Так, ну отсюда мы пришли. Тут у нас еще была дорога в эту сторону. Давайте посмотрим. Но мне кажется, что тут... Ничего особенного нет. Нет, похоже, нам сюда. Вон она натурально издевается над ним. Ну и мы не будем отставать. Она снова растворилась в тенях. Помощь свыше никогда не бывает долгой. Здесь вот эти прыжки в этой части уже не основную роль играют. То есть, если в первую ты жил чисто за счет них, то в второй уже просто за счет такого замедления. Не могу сказать, это лучше или хуже. Это просто по-другому. Воспринимается Max Payne 2 Сильно другим образом. Чем первая часть. Капитально отличается. Так, хорошо. Тут эти декорации опять жутковатые. Кто? Где? А, вон. Я пока замечу, она уже успевает их убить. Max, давай к декорациям гаража. Я тебя пропущу. Окей. Max, впереди уборщик. Я тебя отмечаю. Хорошо. О, что-то хреновое прикрыть. Надо отметить. Ой, блин, не та кнопка опять. Да что ж такое? Что ж я все не приучусь к этому? Я тебя? Что ж? Здесь еще есть? Вроде всех перевалили. Ну, это было мясо. Мне уже надоело, что уборщики постоянно убегают в этих фургонах. У меня был только один шанс, и не было времени все обдумать. Делать было нечего. Я не мог ждать Мону. Судьба. Да. Любимая отговорка Влада. Себе я не доверял. Макс. Я и забыл про рацию, которую дала Мона. Макс. Слышу тебя. Я тут прокатился с уборщиками. Как прибудем на место, сообщу. Макс. Насчет давишь. Поговорим позже. Она не поддавалась. Значит, надо было раскрыть дело. Хорошо. Мона. Я на стройплощадке страховой компании «Замок». Я выезжаю. Отнести на верхний этаж? Да, и остальные улики тоже. С красными ящиками поаккуратней. А то на воздух взлетим. Я заберу вещи из фургона и догоню вас. Эй, какого ви... Хорошо. Нормально, чё. Я вспомнил о троянском коне Влада. Я пробрался в логово уборщиков в их же фургоне. Они сами сказали, что все улики находятся на верхнем этаже. Короче говоря, давайте на этом и завершим эту серию. Она сегодня будет покороче, чем обычно, потому что меня поджимает по времени. Следующую серию обещаю сделать на 40 минут, чтобы скупить недостаток времени в этой серии. Как бы там ни было, меня пока что все очень прикалывает. По-моему, эта игра просто прекрасна. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok